Добрый вечер. Уважаемые друзья, сегодня мы собрались для разговора о вспомогательных репродуктивных технологиях. На наш сайт поступают вопросы от пациентов с просьбой подробно остановиться на этапах ЭКО-процесса и дать возможность пациентам задать вопросы по существу этого мероприятия. Наше отделение ВРТ располагается в СМ-клинике по адресу улицы Марины Росковой, дом 14 и располагает всеми самыми современными видами оборудования и технологий для оказания качественной высокотехнологичной помощи. Отделение ВРТ – это реальный способ подарить счастье материнства и иметь здорового ребенка. Мы с вами знаем, что первый в мире ребенок из пробелки появился в 1978 году. Это Луиза Браун, которая, несмотря на способ своего рождения, в настоящее время является матерью троих детей и ее дети появились на свет в естественной репродукции. Это один из самых распространенных вопросов пациентов, обращающихся за самознательными репродуктивными технологиями. Может ли ребенок, рожденный посредством ЭКО, самостоятельно забеременеть и в дальнейшем иметь детей? Да, разумеется, может. Примером того, представленный на слайде первый в мире ребенок из пробирки Браун со своими людьми. В России, благодаря данной технологии, первый ребенок появился в 1986 году. Это, конечно, еще была не Россия, а Советский Союз. И в настоящее время в мире более 5 миллионов детей из пробирки. Что мы можем сказать по поводу здоровья этих малышей? Уникальная технология предполагает возможность генетической диагностики, то есть проведения скрининга генетического на 24 хромосомы на сегодняшний день. Таким образом, мы выбираем эмбрионы для переноса только долженствующего качества. То есть мы можем определить здоровье будущего ребенка и выбрать эмбрионы элплоидные, то есть несущие правильный набор хромосомы для переноса их в полусмарку. Таким образом, это метод, который позволяет улучшить здоровье поколения. Зачатие и ранние этапы развития при данном методе происходят в пробирке. Обращающийся к нам пациент получает стимуляцию овуляции. Перед вами на слайде один из протоколов стимуляции овуляции, который может начинаться либо в цикле на второй-первый день менструации, либо в предыдущем цикле, то есть на 21-й день. Это так называемые длинные протоколы. Протоколов стимуляции овуляции великое множество. И, разумеется, лучший выбор осуществит доктор, который консультирует пару по поводу бесплодия и учитывает все вводные, а именно авариальный резерв, то есть количество фолликулов в яичнике, гормональные особенности пациента, наличие или отсутствие эндометриом, каких-то объемных образований в яичниках, анамнез пациента, длительность бесплодия и мужской фактор, то есть количество сперматозоидов хорошего качества. Поэтому протокол стимуляции имеет разную длительность, разные дозы и, как правило, мы располагаем в настоящее время самыми последними препаратами, гонадотропинами, которые имеются в доступе в наших аптеках. В том числе большое удобство нашей клиники, нашего отделения вспомогательной репродукции состоит в том, что пациенты могут приобрести препараты непосредственно в клинике по выписанным рецептам доктора. По поводу пункции фолликулов, это встреча с пациентом в операционной. Как вы видите, все наши методики ультразвуковые, то есть под контролем ультразвука вы видите метку на игле. Эта игла движется, собственно, в сторону фолликула. Вот показано, что фолликул пройден. И дальше собирается жидкость в пробирочку. Это видно на левой стороне картинки. Никаких острых мероприятий, то есть никаких разрезов не предполагается. Жидкость из фолликулов яичника собирается в пробирку и доставляется немедленно, собственно, эмбриологу. Эмбриолог занимается тем, что он проводит очистку яйцеклетки и соединение с сперматозоидом, если требуется методика ИКСИ, которая предполагает именно внедрение сперматозоидов в цитоплазму яйцеклетки, либо методика ИКО, когда две клетки, аацид и эксперматозоид, помещаются в специальную среду. Получение семени для оплотворения осуществляется методом мастурбации. Как правило, это 2-5, в среднем 3-4 дня оплывного воздержания. Пациенту предлагается исключить медикаменты, алкоголь, тепловые процедуры. То, что касается медикаментов, в основном относятся к антибиотикам. И эта сперма доставляется также немедленно эмбриологу, который начинает с ней работать. В нашей клинике возможны различные варианты и при необходимости использование донорской спермы. Мы располагаем большим банком донорской спермы, и, кстати, донорскими ацетами, и при необходимости все эти услуги оказываются. Эмбриологическая лаборатория является нашей гордостью. У нас превосходные мультигазовые инкубаторы, у нас очень опытный персонал. Все наши эмбриологи обладают высшей категорией, являются очень уважаемыми величинами в своей отрасли. Проходили многочисленные учебные процессы и стажировки за рубежом, в том числе в генетических лабораториях Соединенных Штатов Америки. Обладотворение представлено на данной картинке, и мы можем видеть, что после соединения ацета и сперматозоида в день пункции производится дробление собственных клеток и формируется густоциста. Густоциста – это стадия формирования на пятые или шестые сутки, которая позволяет либо хранить этот эмбрион, либо исследовать с точки зрения ППД. А вот на данном видео представлено ИКСИ, то есть как раз метод оплодотворения, благодаря которому сперматозоид вводится в цитоплазму яйцеклетки, и это повышает процент управляемого оплодотворения в ВРТ. Кроме того, это позволяет отобрать самые качественные сперматозоиды, и таким образом тоже улучшить качество будущего эмбриона за счет предоставления сперматозоидов с наилучшим генетическим материалом, так как мы помним, что собственно генетический запас хромосомы находится в головке сперматозоида. И если эмбриолог отобрал под микроскопом самый благополучный сперматозоид, то это приведет к лучшему качеству эмбриона, нежели это случилось бы в естественном цикле. По выбору эмбриона для переноса в настоящее время не рассматриваются дни первой, второй, третьей, то есть именно к стадии бластоцисты стремятся эмбриологи для того, чтобы произошел этот естественный отбор, и в идеальном сценарии, чтобы мы могли обеспечить предампулакционный скрининг, то есть выбор эмбрионов с максимально правильным набором хромосом. Подчеркиваю, что это скрининг по 24 хромосомам. Также мы проводим биопсию эмбрионов с последующей предампулакционной диагностикой с целью выявления транслокаций и других перестановок хромосом, что также нередко в нашей практике. Вспомогательный хэтчинг позволяет улучшить качество эмбриона за счет ускорения его дробления и улучшения процесса имплантации. Хэтчинг представляет собой своеобразную насечку оболочки с тем, чтобы эмбрион с меньшими усилиями вышел из своей оболочки для имплантации в эндометрии. То есть это фактор, который улучшает имплантацию и позволяет добиться большего процента беременности. На данном слайде представлен перенос эмбриона. На данном слайде продемонстрирован перенос эмбриона в полость матки вы видите то, что эмбрион в катетере помещается под контролем ультразвука в полость матки, как правило, в среднюю и нижнюю треть. И так как подчеркиваю, что все наши методики удрузковые, мы можем визуально контролировать, что эмбрион находится именно там, где нужно, а в дальнейшем эмбриолог проверяет под микроскопом катетеры и докладывает репродуктологу, что катетеры чистые и таким образом эмбрион не остался внутри катетера и процедура проведена под контролем. В нашей клинике мы используем все вышеперечисленные методики и мы гордимся нашими результатами. Даже в группе 40 лет и старше наша эффективность весьма интересная, а в группе женщин моложе 35 лет она составляет 35,9%. С точки зрения суммарных процентов эффективности нашего отделения в разных группах пациентов она составляет от 42 до 52 процентов. Имеется ввиду группы с использованием предаболационной диагностики. Частота завершения родами беременности представлена на данном слайде. Здесь мы видим процесс креоконсервации и подчеркиваем, что хранение материала бессрочное практически, то есть мы можем хранить и сперматозоиды, и ациты, и эмбрионы в течение многих лет и пары, которые уже получили ребенка в условиях ВРТ-отделения могут вернуться за своими эмбрионами через несколько лет и таким образом провести перенос размороженного эмбриона в полость матки и без стимуляции получить беременность из того же генетического материала, который был заморожен при первой программе. Также мы хотим обратить ваше внимание на группу позднего репродуктивного возраста, с которой мы очень активно работаем, поскольку все больше женщин обращаются к репродуктологам в позднем репродуктивном возрасте, а именно старше 39 лет. Это обусловлено различными социальными факторами, в том числе занятостью женщины на производстве и собственно активностью современной женщины. Поэтому мы предлагаем такие решения. Это и витрификацию ганет, то есть витрификацию ацитов для отложенного материнства и собственно применение ганадотерапинов для проведения полного цикла в позднем репродуктивном возрасте и соответственно для изготовления заготовления эмбрионов. С точки зрения вопросов, которые нам задавались до вебинара, а именно какими препаратами мы пользуемся и какие преимущества мы можем предложить для женщин в позднем репродуктивном возрасте, хочу сказать, что мы очень активно используем сочетанные протоколы, а именно протоколы с кислыми ганадотропинами, с кислыми формами ганадотропины. Дело в том, что в позднем репродуктивном возрасте есть научные разработки доказательной медицины о том, что фейлуется более кислым, то есть для дам этого возраста использование данных препаратов является более физиологичным. Мы возвращаемся к частоте наступления беременности по группе пациентов и обращаем ваше внимание, что, конечно, с течением времени процент получения результатов ЭКО даже в этих программах снижается. Как мы можем улучшить результаты? Мы можем использовать вот эти биологически активные изоформы более кислые в позднем репродуктивном возрасте, опираясь на крупные клинические исследования. На данном слайде представлены европейские исследования, подчеркивающие преимущества применения данных препаратов. Также мы используем препараты, содержащие плацентарный минотропин. И на данных слайдах показано преимущество использования этих медикаментов. При них достигается более высокая частота наступления беременности, сокращение количества препарата. И это важно. Собственно, то, что касается самих протоколов, они в нашей рутинной практике имеют место. И, разумеется, какие цели мы ставим этими протоколами? Более высокое количество получаемых ацитов, более высокое качество их, и, соответственно, получение более высокого качества эмбриона. перед вами несколько примеров протоколов для старшего реподуктивного возраста, которые дают возможность получить больший и лучший эффект. Прежде всего, это протоколы с двойным тренером, это протоколы с агонистами, которые мы используем во второй фазе менструального цикла 21-го дня. но это низкодозированные препараты, то есть я обращаю ваше внимание, что данные протоколы отличаются от классических по дозам препаратов. Кроме того, мы активно используем протоколы двойной стимуляции, которые представляют собой наличие стимулирующего препарата и в первой, и во второй фазе одного менструального цикла. То есть стимуляция начинается по классике со второго третьего дня менструации составляет 10-11 дней. Затем при использовании триггера с агонистом препарата типа дифирилина мы выходим на функцию, получаем ациты и через четыре дня начинаем вторую часть стимуляции, которая позволяет в лютуиновой фазе использовать тот потенциал, который рецепторы получили от стимуляции в первой фазе менструального цикла. Таким образом, при продолжении стимуляции мы получаем большее качество зрелых клеток и соответственно большее качество эмбрионов, лучшее качество эмбрионов. Примеры двойной стимуляции в нашей клинике достаточно вариативны, то есть мы используем как кислые изоформы, так и классические гонадотропины. количество клеток, которые мы получаем определяется безусловно авариальным резервом, но в среднем для пациенток с умеренно сниженным авариальным резервом, а это 3-4 фолликула, мы получаем как раз максимум, то есть эти 3-4 фолликула за 2 фазы стимуляции. Переносимость данной стимуляции совершенно хорошая, поскольку мы как бы продолжаем движение, продолжаем рост тех клеток, которые уже получили определенный потенциал в первой фазе менструального цикла. Двойная стимуляция применяется не только для женщин старше 39 лет, но и для молодых пациенток со сниженными параметрами авариального резерва. К ним относятся женщины после операции на яичниках и в принципе со сниженными параметрами, то есть с синдромом истощения яичников. Применение модифицированных протоколов в нашей клинике способствует индивидуальному подходу и мы можем делать экови естественном цикле плюс стимуляция в лютеиновую фазу, то есть сочетание нескольких методик или пролонгированный протокол, когда стимуляция продолжается дольше обыкновенного и пункция может приходиться на 21-22 день менструального цикла, а также изолированная стимуляция лютеиновую фазу, то есть это начало стимуляции 21-22 цикла с пункцией в начале первой фазы следующего цикла между шестым и восьмым днем менструального цикла. то есть данные модификации протоколов чрезвычайно широко используются в нашей практике и позволяют добиться высокого процента получения результата добиться беременности. Интересно применение двойного триггера, то есть это препаратов разного плана, это хориничеслав ганантропина и агонистов препарата дифирилина. Если обычно в практике используется либо один либо другой триггер, то в позднем репродуктивном возрасте мы сочетаем два препарата. Вообще для каждой проблемы есть определенные решения, то есть при отсутствии ответа на стимуляции мы используем модифицированные протоколы, при несинхронном росте фолликулов мы используем стимуляцию литеиновой фазии и применение эстрогенного прайминга, то есть назначение препаратов эстрадиола до начала стимуляции. При быстром росте фолликулов это протоколы с агонистами, в основном с использованием минимальных доз агонистов. И при медленном росте фолликула мы используем пролонгированные протоколы. Существует проблема преждевременной овуляции, то есть плазитических пиков ЛД у в основном взрослой группы, то есть у женщин позднего репродуктивного периода. Для них предполагается протокол с клонофиоцитратом и стимуляцией в литериновую фазу. При отсутствии получения ацитов это двойной триггер, сокращение или индивидуализация интервала до пункции и другие методики. Кроме того, мы не забываем, что мы активно предоставляем терапию андрогенами, то есть проводим андрогенный прайминг для повышения результативности ЭКО. Эту информацию мы черпаем на Эшре и на РАРЧ. С 2016 года на РАРЧ имеются доклады о повышении частоты наступления беременности в группах женщин, использующих терапию андрогенами. Разумеется, мы настораживаем наших пациентов о том, что потери времени тяжелее всего для того, кто больше знает и хотим предупредить вас, чтобы вы знали как можно больше АВРТ и рационально использовали время. Если женщина чрезвычайно занята и планирует отсроченное материнство, лучшим выходом является заморозка ацитов, то есть создание базы для отсроченного материнства, либо заморозка эмбрионов. Тем не менее, по заморозке эмбрионов мы можем сказать, что это более интересный вариант, поскольку вы можете провести предабылационную диагностику и заморозить только хорошие эмбрионы, эллоидные. Частота аномальных кариотиков, к сожалению, старше 40 лет составляет более 82%, и это следует учитывать и не откладывать материнство в более поздний возраст. Разумеется, использование предабылационной генетической диагностики расширяет наши возможности и предоставляет возможность получения беременности, получения беременности провангированной развивающейся отсутствия врожденных аномалий для группы женщин старшего репродуктивного возраста. Показанием для проведения предабылационной диагностики является не только возраст женщины, но, обратите внимание, и возраст мужчины, поскольку в любом случае заложенные в сперматозоидах хромосомы также могут иметь повреждения, мутации, и это мы обязаны учитывать. Кроме того, интересно наблюдение беременности, возникшей после ВРТ, и этому также уделяется огромное внимание, потому что мы понимаем, что у женщин, которые получили помощь в вспомогательной репродукции, исходно имеется дефицит литоневых гормонов, наличие различных уровней гиперэстрогении, снижение уровня прогестерона и так далее. аспирация клеток гранулеза, то есть сама функция, тоже создает условия для сниженного уровня прогестерона, то есть для сниженной его выработки. Имеется ввиду собственного прогестерона и собственного ЛГЭ. Поэтому поддержка лютеиновой фазы имеет свои особенности. И, конечно, прежде всего здесь предлагаются большие дозы прогестерона, большие относительно естественной беременности, но тем не менее они вполне обусловлены той задачей, которую мы ставим. Поэтому еще раз применение индивидуализированных протоколов в позднем репродуктивном возрасте требует внимания. Предпочтение следует отдавать сочетанным протоколам с использованием кислых форм. интерес представляет стимуляция в лютеиновую фазу и двойная стимуляция, которая имеет преимущество по отношению к стандартным протоколам в плане получения качественных клеток. И, разумеется, мы рекомендуем применение предамплакционного скрининга как можно шире. Поддержка лютеиновой фазы в позднем репродуктивном возрасте необходима и предпочтение здесь отдаётся провангированным прогестероном. Я благодарю за внимание. Перед вами контакты Центра репродуктивного здоровья СМ-клиника. Для вас работает 7 репродуктологов, 4 андролога, 4 эмбриолога высочайшей квалификации. Мы рады помочь вам и ответить на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо.